Ну, прежде всего, здесь дамы у нас присутствуют, вас хочу поздравить с нашим праздником вашим весенним, радостным. Что касается игры, ну, я бы не сказал, что счет по игре, да, вот, но победа совершенно заслужена. Да, здесь нас переиграли, в мелочах, я бы сказал, не в общем, не в системе, а в мелочах соперник нас чуть-чуть везде превысает. Поэтому я поздравляю коллегу с победой, вот, а ну, ну, как говорят, в таких случаях надо больше тренироваться. С чем была связана замена вратаря и кто займет место ворота завтра? Ну, замена обычно, когда 0-3, там, в некоторой степени психологическая такая замена, потому что, чтобы команду слихнуть, парень-то последний, может быть, гол-то, можно было его так не пропускать. Хотя попал в девятку ближнюю обычно, такие тоже сложно брать. Поэтому подумаем тоже, еще у нас время полутора суток есть, разберемся, подумаем. Хочу присоединиться, поздравить даму с праздником, всего хорошего, удачи, счастливого настроения, побольше улыбок, чтобы ваши мужчины вас радовали побольше. В общем, по игре игра абсолютно равна, тоже соглашусь. Повезло больше нам сегодня, к счастью. Своих ребят хочу поздравить с победой, петензий практически никому нет. Все выкладывались до конца, до последней минуты, в принципе, все. Евгений Михайлович, победный ассоциал не меняет или будет изменение? Сейчас ночью переспим, завтра утром все решим. Евгений Михайлович, насколько волнительно было играть, насколько непривычно играть было при таком количестве болельщиков? Не было ли в связи с этим у ребят какого-то мандража вначале? Да, дело не в болельщиках, дело в самой ситуации. То есть плей-офф для ребят тоже это волнительный момент. То есть болельщикам спасибо большое, что пришли, поддержали. Такого количества у нас не было на наших играх. Но я думаю, основной фактор волнения это то, что игры в плей-офф начались.